...может любой желающий в главной и единственной условии не нарушать правила дорожного движения. Дисциплинированные водители, называющие себя слонами, займутся развешиванием герлоков. Впрочем, как выяснил Евгения Нарежнева, разница между слоном и макакой незначительная. Мы хотим не взвергнуть статус лихача. Танки, если не боятся, слоны не сплетятся. Обставь звучит клятва настоящего слона. Всегда соблюдать правила дорожного движения, следить, чтобы не нарушали другие. Все сальмейстичные лозунг «Долой чайниках на дороге» по молчанию переходят в разряд «Пока». Деморализует стлонов, пробки на дорогах и водители, которые пытаются проскочить через поток машин или создают аварийные ситуации. Например, такие, как это. Слоны планируют переловить всех дорожных обезьян и приклеить им ярлычки. Как все будет происходить, организаторы акции решили показать на своем личном транспорте. Фотографию слона приклеили и только потом заметили. Парковка автомобиля в этом месте запрещена. Вот это вы говорите, что это автобус? Это автобус. Это автобус. По правилам клуба, превратившись из благородного животного в макаку в воздействие малейших в разрешении правил дорожного движения. Роман подчиняется. Вы абсолютно правы. Сейчас мы это ку**ем стираем. Несмотря на то, что организаторы акции уехали с предконференции в статусе макак, набор в клуб слонов продолжается. Уверены в себе водители могут зарегистрироваться и отправляться на поиски обезьян. Условия акции простые. Хотите наказать или хотя прислите 20 смс с номером моего автомобиля, то он обязательно получит статус макаку. Среда чего-то с такой вот наклейкой. Куда ссылать смс, и организаторы укажут позже. Получается своеобразная смс-векторина. Потрать рубль, накажи макаку. Как организаторы потратят деньги, никто не знает. Каков будет ответ обезьян, тоже неизвестно. Возможно, они в свою очередь начнут новую акцию. Собери 20 макак на лобовом стекле и получишь статус главного дорожного орангутана. Евгения Нарежнева, Евгения Бурина, Петербург, 5 канал.